До других тем. 9 пожаров в экосистемах, зарегистрированные в Гомельской области, за минулые сутки. Экологи проводят масштабные мониторные ситуации с палами сухой травы. Протягивые сухой надворье и мощные порывы ветру саденичают расповсюдживание полами назначенной территории. При этом причиной узгорания частей за все становится так званый человеческий фактор. Статистика свечит, что с метрологической умов появляются причины возникновения пожаров максимум в 10% случаев. Часто выпаливание сухой травы проводится наумысно, например, для очистки огородов от непотребной рослинности. Еще одна причина – неосережное выходжение с огнем на кшталт покидания вогниша без догляду. Не то, как раскладывать их, забронялось в оголе, але робить это можно только на уластном присядебном участке. Правда, до дачника Андрея Костюченки у экологов зараз за увагнема. Тут все сделано по правилам суперспожарной безопасности. Знаем, как надо отгородить, приготовить средства пожаротушения. У меня на всякий случай стоит вода. Ну и не сходить от костра, контролировать всего, что если что-то пойдет, горит, чтобы тушить в вороне. Соблюдать меры предосторожности. Все лето для мониторного ситуации экологи выкористовывают все махчимости, оключающие техничные сродки контроля. С допомогой квадрокоптера. Добробачно, где есть у сгорания Одесса, в вороне – несанкционованная завалка. Да их зараз особливая увага. Любая из таких завалок – потенциальная краница пожару. Только за прошлый день с допомогой экологов парадок провели больше, как 30 таких мест. Наведение парадок на земле – один из шляхов попередживания весновых палов. В связи с сложившимися погодными условиями активизирована работа территориальных органов Минприроды по профилактике и недопущению возгорания в экосистемах. Проводятся обследования территорий всех районов Гомельской области, в том числе сельских населенных пунктов. Проводятся профилактические беседы с гражданами. В случае выявления нарушений граждане и юридические лица привлекаются к административной ответственности. Согласно с данным законодательством, за незаконное выпаливание сухоросленности предусмотрен штраф в размере от 10 до 40 базовых величин. Одночасово виноваты должны компенсовать шкоду, причиненную новокольному осяродзю. До 200 базовых величин за каждый пошкодженный гектар. Сейчас это больше, как 5000 рублей.